Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня, как всегда, ежедневный влог. Как вы думаете, где я сейчас нахожусь? Нахожусь я сейчас в примерочной, в магазине. Опять же, в моем вот в этом любимом стилодже. В общем, в ближайшее время у нас предстоит поездка в лето. И решила я в этот магазин вернуться, потому что здесь распродажа именно летних вещей. Может быть, вдруг удастся выбрать себе какое-то летнее платье. Давайте сейчас вместе с вами что-нибудь померяем. Ну, а потом, как всегда, домашнее платье. Смотрите, оно стоило 6700. Сейчас оно стоит 1000 рублей. Ну, конечно, это не мой фасон, потому что вот эта вот середина. Так, я сейчас покажу. Туда отойду. Не, не надо. Таким вот образом это смотрится. Снимай. Следующий вариант платья. Ну, то же самое. 1000 рублей это стоит. Но, опять-таки, это вот эта вот резинка. И вот эта вот резинка, это вообще, вот я понимаю, что это вообще вот, ну как. Она режет фигуру непропорционально. Сверху вот эта вот завышенная талия получается вот так. Ну, в общем, и сама расцветка, и сам фасон, все мне не понравилось. Ну, вот это вот уже ближе к теме. Вот такой вариант. Вот таких вариантов очень мало. Вот смотрите, здесь вроде бы как есть замочек, да, вот так вот. Но замочек этот чисто декоративный. То есть, как бы он ничего не открывает. Вот если бы здесь побольше был вот такой вот вырез, оно бы смотрелось гораздо лучше. А так вот таким вот образом смотрится. Молочный цвет тоже стоит 1000 рублей. Тоже нет. Этот костюмчик, он стоит 2500. Такой здесь спортивный стиль. Он легкий, я ничего не могу сказать, но... Ну, тебе не тот цвет? Нет, не цвет, не фасон. Это штаны как-то они широкие. Да они даже... Нет, широкие-то они как раз-таки свободно, то что удобно смотрятся. Но то, что они топорщатся в разные стороны, да? Да, и у меня топорщатся, что тут штаны большие. Те, которые синие... Не срослые. Ну, Оксану, посмотрите. Смотрите, какая красивая осень золотая. Все деревья такие желто-красные. Солнце сейчас садится у нас практически. Видите, и все так освещено. Прям такой воздух уже морозный. Чувствую, что скоро, скорее всего, выпадет снег. А вон там летит самолетик. И мы тоже скоро куда-то прийдем. В общем, очень долго я сомневалась в этот раз ехать в поездку или не ехать. То есть изначально я всем рассказала, что мы едем, что мы выбираем тур какой-то. Потом заболел Ваня, и он, в общем-то, внес коррективы в мое поведение. Я думала, если он не выздоровеет до конца, то мы никуда не поедем. Но сейчас я смотрю, он вроде бы окреп. И мы все-таки едем. Мы все-таки едем, поэтому сегодня мы с вами вместе начнем собирать чемодан. Значит, собираю я чемодан обычно, знаете, как за день, за два. Иногда бывает, что так вот за два часа быстро все. Что посмотришь? Да, я отхожу отсюда. Слушайте, я, Ваня, тут мешаю, он у меня кушает. Ну ладно, пойдемте. Пожалуйста, пожалуйста, Ваня, я помешала. Боже мой. Помешала, Ваня хочет посмотреть, а я ему мешаю. Ну ты сама-то смотришь. Ну смотрю, конечно. Так, давайте так договоримся. В общем, я показываю все во всей красе, вот как оно есть. Вы знаете, не так, когда уже все выглажено, вся картинка, то есть как бы уже у вас такой идеальный какой-то вариант, а вот именно как собираюсь, так и есть. То есть мы должны через день улетать, утром. Сегодня у нас суббота, и я собираю чемодан. Приступила к сбору. Причем приступаю вот таким вот образом. То есть я набрасываю все, то, что мне нужно, то, что может понадобиться, а потом уже начинаю все это рассортировать. По ходу пьесы могу еще что-то вспомнить, допустим, если я что-то забыла. Так, то есть, ну, основную часть, в принципе, я уже собрала, поэтому я сейчас вам покажу, как это все выглядит. Собираю я обычно всегда вот таким вот образом на полу. Сейчас вместе с вами все посмотрим. Вот такой вот у меня чемоданчик. Он средний, виды видавший, но очень хорошая фирма. Я даже не знаю, даже не знаю, что это за фирма, честно говоря. Но я не люблю, вы знаете, такие пластмассовые чемоданы, которые Оксана купила. Они красивые, с одной стороны, с другой стороны они неудобные. В том плане, что, допустим, вот здесь всегда есть кармашек, да, куда можно, допустим, в последний момент положить что-то, что мне, допустим, потребуется в первую очередь нам, да. То есть, грубо говоря, я туда складываю обычно свои тапки. Причем тапки упаковываю в такие мешки. Бахилы, я думаю, что все их знают по больницам, там, медучреждениям и всего остального. Ну, то есть, как бы, чтобы там ничего не пачкалось и все остальное. Вот так вот чистенько, аккуратненько у меня вот здесь вот вошли мои тапки. Так, показываю все без прикрас. Вот как оно есть, так оно есть. Вот здесь у меня есть в чемодане такое отделение. Тут носки обычно всегда. Здесь у нас купальник, купальные принадлежности. Далее. Так как мы едем всего лишь на неделю, я сегодня с вами хочу поговорить о комментариях, вообще об отношениях людей к отпуску, обо всем. Сейчас немножко по-быстрому покажу, что мы берем. Есть у меня вот такая вот сумка. Я вам ее как-то показывала. Давно покупала я ее в Ашане. Она вот такая вот прозрачная. И это моя и косметичка, и аптечка одновременно. Кстати, где-то я здесь накидала ферменты. Такие вот микрозимы я беру с собой. То есть здесь, знаете как, если бы я была без Вани, я бы половины не брала из того, что есть здесь. Но так как я еду с ребенком, а ребенок это вы сидите как на пороховой бочке, но так оно и есть, то нужно очень много с собой вещей, которые для себя лично ты брать не будешь. Значит, для Вани вот такой вот у меня крем солнцезащитный с 50% защитой. Также для Вани, вот знаете, если там, не дай бог, ожоги какие-то или еще что-то, то бипонтен, хоть и написано здесь, что он там лечение и профилактика опрелостей, но на самом деле это декспантенол. Он помогает вот от всех таких кожных каких-то болезней. Если вдруг что-то там поцарапался, еще что-то вот этим бипонтеном помазались, и будет вам счастье. Также у меня всегда есть с собой прозабаз вот такие вот пластыри. Они, видите, довольно-таки большие. Для чего? Для того, что если какая-то глубокая рана, то маленькие пластыри вам не помогут. Этеросгель, он всегда со мной. Если вдруг какое-то отравление или еще что-то. Градусник, ферменты, бинт, понятное дело. Здесь разные ватные палочки. И, знаете, как-то захотелось с мамой купить нам арбуз. В каком-то мы отеле отдыхали, и нечем нам было резать. Теперь с тех пор вожу с собой вот такой вот маленький ножичек. Здесь и нож, и штопор в том числе, и пилочки разные. В общем, тут много всего в одном. В общем, он всегда со мной. Места он много не занимает, но я всегда его беру с собой. Это тот, который папу подарили, да? Да, тот, который папу подарили. Всегда у меня с собой есть вот такая вот мерная ложка, потому что для многих лекарств эта ложка просто необходима. Есть уголь активированный, порцетамол от головной боли. Вот таких вот много капсул интерфурил. Если вдруг отравились, мало ли что может приключиться на отдыхе. Все что угодно. Пентальгин. Так, стопдиар. Порцетамол. В общем, цифран. Это очень сильный антибиотик. Это, знаете, так вот прям, если вдруг что-то прям такое экстраординарное приключилось, но не для вами, это взрослый. Значит, ну понятно, что есть нож под отравлением. Регидрон для восстановления водного там солевого баланса. Обязательно с собой есть антигистаминное средство. Это зертек, так как в Ване у меня аллергические реакции бывают. И вот такое вот жаропонижающее средство ибуклин юниор. Это и ибупрофен, и порцетамол. Вещей на 8 дней беру с собой очень мало. На этот раз прям вообще совсем немножко, потому что, как практика показывает, обычно вещи набираешь, ничем не пользуешься. Ване беру две пары шортов, потому что он у меня очень неаккуратный парень, может где-нибудь на что-нибудь сесть, что-нибудь на себя прокинуть, либо еще что-то, поэтому две пары. Так, брюки легкие Ване тоже беру, и четыре футболки. Четыре футболки – это тоже все Ивану. Одну маечку для того, чтобы можно было в ней спать. Себе беру тоже одну майку, один платок универсальный для всего, одно пляжное платье, три футболки, одну с длинным рукавом, ну, она такая легкая, но на вечер, мало ли, вдруг будет прохладно. Две пары шортов и одни шорты пляжные. Все. Ну, не знаю, еще под сомнением, знаете, платье взять себе или не взять. Так, вот таким вот образом. Дальше. Вот это вот та вещь, без которой я вообще никуда не поеду. Это, знаете, такой утюжок. Кстати, покупала я его в Турции, и он мне очень нравится. То есть это, я думала, что он как фен-щетка работает. Нет, он работает как утюжок, но при этом прочесывает все волосы. И мне вот без него, ну, вообще никак, потому что мои волосы вы все видели, и знаете, что они из себя представляют. Это при том, что они уложены. А если они будут не уложены, это будет вообще кошмар-кошмарный. Так, дальше. В этот раз я с собой, вот когда мы туда ехали, не брала маску, потому что есть вот такая хорошая маска. У нас ее дарили моему мужу. В этот раз очень хочется поплавать, посмотреть под водой, посмотреть на рыбок, поэтому беру маску, беру очки подводные, и еще вот такие вот, Ваня, мы покупали очки, тоже беру с собой. Есть у меня еще вот такая вот мелкая косметичка, она для всяких мелких таких вещей, типа заколки, расчески, куда же без нее, зубная паста, да, с щетками, дезотарант, куда же без него, и, в принципе, на этом, из косметических средств, это все. Зачем ты ее сейчас одевал? Ты думаешь, что ты уже на море приехал? Ну вот для чего ты сейчас вот это вот делал? Ты больше доел? Больше доел. Скачет, 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 товарищ. Хочет в отпуск, быстрее хочет в отпуск. Так, Ваня хоть и научился у нас плавать, но беру ему вот такие вот нарукавники, потому что мало ли будет волна на море или еще что-то, это, знаете, больше, наверное, для своего спокойствия скорее, причем у меня почему-то их... Очень часто в Турции в отелях не хватает розеток, так как у нас с Ваней и планшет, и телефон, у меня телефон, у меня камера, у меня ноутбук, поэтому всегда с собой вожу удлинитель. Мам, у меня тоже вообще выводный улух. Я очень рада за тебя. Так, что беру еще с собой важного? Беру с собой вот такой вот вещевой мешок, ну, как бы такие мешки для сменки, грубо говоря. Он пустой, это для пляжа, для полотенец, ну, в общем, вообще положить туда всякую мелочевку, когда ты идешь на пляж, просто гуляешь по городу, удобно с ним ходить, носить с собой вещи. И остается обувь. Из обуви у меня вот такие вот сандали. У Вани, вот не знаю, раздумываю, думаю, может быть, даже, кстати, и не брать. Вот эти вот дополнительные. Он полетит в кроссовках, у него будут тапочки. В принципе, зачем нам вот эти вот нужны? Знаете как, я решила в этот раз минимизировать полностью, чтобы вот не везти с собой лишние вещи. Несколько раз, что мы ездили в отпуск, я для себя поняла и сделала вывод, что я постоянно набираю с собой множество ненужных вещей. И я их катаю туда и обратно, и этими вещами практически не пользуюсь. Это очень часто касается обуви. То есть вот сейчас в последнее время обувь на каблуке я вообще с собой никогда не беру. Обычно, знаете, беру несколько там каких-то босоножек и тоже ими не пользуюсь. То есть они просто там стоят, и я их перевожу туда-обратно. И Ване тоже набираю много обуви, а по факту он ходит в одних сланцах и в кроссовках там, если на ужин вдруг прохладные или еще чего-то. Теперь рассказываю про нашу поездку, про все детали нашей поездки. Значит, куда мы едем? Ну, знаете, я, наверное, оставлю такую интригу, не скажу название отеля, хотя, в принципе, многим это может ни о чем не говорить. Вы уже по мере нашего путешествия все узнаете, все посмотрите. Скажу лишь то, что это будет пятерка. Это будет очень бюджетная пятерка. И это будет отель без интернета. И по ней очень много отрицательных отзывов. Ну, да зачем мы такую пятерку поедем? Хороший вопрос, Ваня. Очень хороший Ваня в корень зрит. Зачем мы поедем в такую пятерку? Значит, так как я протянула вот до самого конца, то вообще практически не было никаких отелей, и не было... Ну, да, пятерок. И не было самое главное вылетов. Чего в четверку-то не поехали? Жду, не дождусь, когда уйдут на прогулку мои. Хочется доснимать видео, а не как на зло. То одну потеряли, то вторую, то третья. Сегодня на улице замечательная погода. Такое солнышко сегодня классное. Такая вот осенняя, замечательная. Знаете, вчера, по-моему, по-моему, вчера лил целый день душ, а сегодня хотя бы солнце выглянуло. Идите и гуляйте. Нет, что-то ищут. Подождем. Даша тоже ждет. Что же сейчас произойдет? Ладно, в общем, что я вам хотела показать. Показываю травелату, показываю... Ну, вот как бы можно, конечно, с экрана показывать, но это дольше просто монтировать придется. Мне неохота. Значит, горящий тур. Вот, смотрите, да, Турция с шестого. Ну, то есть, как бы у нас сегодня тоже пятая. Соответственно, с шестого на семь-восемь ночей. Это поиск трое взрослых, один ребенок. И что выдает травелату? Ну, то есть, я смотрю пятерки, рассматриваю только пятерки, и чтобы это была первая береговая линия. И вот, смотрите, вот с таким вот рейтингом, да, 3,9, то есть, это вообще не самый высокий рейтинг отель. Сто девяносто четыре тысячи стоит. Причем, смотрите, сейчас, если зайду, тут вообще будет очень интересно. Смотрите, обратите внимание на перелет. Туда вылет в три часа дня, прилет в 21 вечера. И обратно тоже вылет в 23, прилет в 10.40. Вы можете себе представить? То есть, это как нужно лететь? Это с какими-то пересадками куда-то. То есть, я вообще в шоке. То есть, вот, представляете, то есть, за такие деньги, да, ну, как бы, я считаю, что немаленькие, 182 тысячи 922, и плюс еще вот с такими вот пересадками лететь, чтобы долететь. Представьте себе, вот такую стоимость, вы заплатите и будете лететь до Турции, из Москвы, сколько же часов получается? В три ночи вы вылетаете, 21 минус 3, 18. В 18 часов будете лететь до Турции. Это же вообще кошмар. Еще при этом отдадите 182 тысячи. То есть, вот такая вот ситуация происходит с турами, причем с горящими турами в Турцию, именно вот на этот период. Почему? Да потому что у детей каникулы. И во время вот этих вот осенних каникул, это просто какой-то бум на Турцию. То есть, вот отели, видите, с таким тоже не очень высоким рейтингом, там 4-3, да, 215 тысяч. И опять-таки, вот все перелеты на Бодрум, я посмотрела, они такие. То есть, настолько неудобно. То есть, Бодрум мы убрали сразу из нашего круга. Ну, в Марморис я и не хотела, потому что там может быть уже прохладно. И вообще практически нет предложения. Вот этот вот хидеф, я знаю, что очень многие говорили, что не самый лучший отель. И рейтинг у него, несмотря на то, что это пятерка, 3,6. И даже этот отель на неделю стоит 244 тысячи. Вы можете себе представить? На неделю отель 244 тысячи. Не самый лучший. Там, где очень-очень много всяких нареканий и всего остального. Квинс баланс. То есть, вот вы видите сейчас с правой стороны, это все цены. И вот такие вот цены на Турцию на ближайшую неделю. Это причем горящие туры. То есть, вот если кто-то там не доверяет, и скажет, что там какие-то другие цены есть. Вот 302 тысячи пятизвездник стоит, допустим, в Алании. Связано это все с тем, что у детей каникулы. Нет вылетов. Вообще нет никаких вылетов. Вот Xoria Deluxe 281 тысяча. Причем тоже там были нарекательные отзывы. Так, ладно, сейчас у меня Ванек гулять уйдет. Я вам буду рассказывать дальше. Вот, в общем-то, вот такая вот ситуация была с турами на протяжении вот всей недели. То есть, я довольно-таки долго искала. И вот среди вот всех этих предложений мелькнуло наше. Оно прям вот моментально. То есть, мы его увидели, и тут же мы его забронировали. Через какое-то время, то есть, там, допустим, через полчаса уже не было. То есть, вот такая вот проблема с вылетами. Я не знаю, что случилось. То ли самолетов теперь меньше летит, то ли все россияне решили поехать в это время в отпуск. В октябре. И именно в этих числах. Причем, если взять, допустим, на неделю позже, когда закончатся уже каникулы, там, допустим, в районе 15-го числа октября, там, или 16-го, то ситуация уже в корне меняется, цены уже падают, и в Турцию можно будет уже улететь гораздо дешевле. То есть, для тех, у кого детей нет, и кто не привязан к школе, для них, конечно, в это время лафа. Вот. А по поводу просмотров, так я и не договорила. Знаете, как, априори, во все времена хлеба и зрелищ, хлеба и зрелищ, понимаете, как. То есть, вот эти вот все какие-то интеллектуальные ценности, там, допустим, еще что-то, это не для всех. Не все любят это смотреть. Очень многие любят смотреть именно, вот знаете, как сам отдых, вот такой вот ленивый отдых. Потом по поводу отелей, то есть, как бы, я уже стала говорить, что я не настолько привередливый человек, то есть, нужно понимать, за что ты плачешь. Если ты плачешь за двойку, то ты плачешь просто за кров, и едешь, допустим, путешествовать дальше. То есть, ты как бы вот остановился в номере, ну, вот как Алексей Крылов показывал, я думаю, что многие этого блогера знают, то есть, они ребята, они без детей, то есть, с детьми тут совершенно другой отдых, да, когда ребенком нужно накормить еще. Ну, вот, то есть, они приехали, они там чисто переночевали, все остальное время они путешествуют везде по городу. И если бы, допустим, я поехала с подругой, да, то я бы тоже была не против такого отдыха. Или, допустим, вот как Елена Петракова, Патракова, Патракова, мне все время хочется Петракова сказать, вот, тоже, они пенсионеры, допустим, им вот эти вот пятерки, где ультра все включено, ну, конечно, может быть бы, было бы здорово, да, там, но когда не так много финансов, то, там, двойку, вот, допустим, взять и пятерку, что нужно пенсионерам? Едят они немного. У них задача, вот, походить, попутешествовать именно по самому городу, по Аланье, допустим, да, посмотреть там магазины, которые там есть многочисленные. Зачем им быть привязанным к отелю, там, шоу-программой с вечерней, с неограниченной едой? То есть такой отдых тоже, когда не так много финансов, возможен. И очень многие, допустим, наши граждане, они путешествуют по Европе, именно таким образом они берут самые дешевые, допустим, отели, но при этом хотят посмотреть какие-то достопримечательности разных стран. Поэтому отдых возможен любой. Хорошие отели, плохие отели. Вот на что хватает бюджета, туда люди и едут. Но мне непонятно, знаете, непонятна вот такая вот агрессия людей, когда вот начинаешь читать комментарии какие-то, упадет взгляд. То есть не всегда это делаешь, но иногда это делаешь. И вот там такое пишут. Вот сейчас покажу вам. Ютуб накапал на Турцию, и работать не надо. Что все блогеры делать будут, когда Ютуб закроют? Грозятся закрыть, и уже давненько об этом говорят. Вот человек же смотрит видео, понимаете, он смотрит и при этом пишет, потому что он... Я так думаю, что потому что он тоже очень хочет поехать, ему это не удается. И вот знаете, вот эту вот желчь нужно выплеснуть на других людей. Причем вот таких комментариев, такого плана очень много. Что вы там будете вот опять там одни сплошные магазины, один шопинг, типа, кому это все нужно? Да я вас больше смотреть не буду. Да вот вы такие там инетики. И то есть все смотрят. И причем одни и те же вот эти люди, они дальше, в дальнейшем пишут те же самые комментарии. Вот этого вот я не понимаю, но есть такая пословица или поговорка, нам завидуют только те, кто ниже нас. Те, кто выше нас, нас не замечают. Поэтому, конечно, у всех все по-разному. Ну, то есть, как бы здесь нужно предъявлять претензии к самому себе. И знаете, что? Когда живет лучше тебя, действительно, вот кто-то там, допустим, депутат какой-то или министр, ну, всем абсолютно все равно, потому что, в принципе, как бы это происходит всегда, да, но по большему счету ты не равняешь себя с министром, ты понимаешь, что там у него абсолютно другие доходы. Но при этом, если какая-нибудь тетя Галя там с соседнего подъезда ездит там раз в два месяца куда-нибудь отдыхать, ты уже не понимаешь, что это она такое делает, что она ездит. То есть, как бы ты приравниваешь себя к этой тете Гале, да, то есть, как бы она там живет рядом со мной, я здесь живу, почему она может, а я не могу. И это же вопросы личные, понимаете, есть, конечно же, очень маленькие зарплаты и все остальное, но только кто-то крутится и старается сделать что-то еще, да, но в основном, конечно, касается и молодежи, ну и в том числе, допустим, та же самая Патракова, да, то есть, как бы она пенсионерка, она откладывает постоянно, ежемесячно деньги, плюс она сейчас уже, я так думаю, что, ну, зарабатывает на Ютубе, понятное дело, она не, это небольшие деньги, поверьте, вот с таким количеством просмотров это деньги небольшие, но тем не менее, на эти деньги можно уже куда-то съездить. И, по-моему, это замечательно, что если человек трудится, то есть, блогерство, вот многие думают, ой, подумаешь, там, поехал попутешествовал, какая ерунда, но блогерство, это тоже работа. Мало того, что там они снимают, монтируют, понятное дело, но самое главное, найти свою аудиторию, то есть, если вам кажется, что так легко, вы поехали, поснимали Турцию, у вас сразу куча подписчиков, у вас куча просмотров, у вас все замечательно, и у вас много денег, то так не бывает. Я думаю, что многие, кто попробовал, если у вас нет каких-то там экстраспособностей, если у вас нет очень большого количества денег, если вас не продвинул какой-то другой блогер, то вы поймете, что все это утопия, что все это утопия, что блогерство, это тоже та же самая работа, особенно те люди, которые действительно зарабатывают на этом деньги, то есть, на монетизации канала, это должно быть очень большое количество просмотров, то это работа. Допустим, я все время привожу в пример там Виталика и Лизу, и не нужно думать, что это так все легко, то есть, как бы вот, поехал, попутешествовал в свое удовольствие, и деньги за это получил. Это на самом деле не так. Для того, чтобы получить большие деньги, нужно очень много работать и на ютубе в том числе. Легких денег не бывает. Может быть, где-то они и есть, но я их не встречала. Ну, а в какой отель мы поедем, вы узнаете в прямом эфире в понедельник. Постараюсь выйти из аэропорта в прямой эфир. Расскажу, в какой отель едем, в какой район Турции едем, ну, а на сколько дней, на 8 дней. Всем желаю отличного настроения, почаще путешествовать, и, как всегда, увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok